Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Наш доклад сегодня посвящен современным представлениям о длительном сосудистом доступе. Следует сказать, что на настоящий момент существует много кривотолков, заблуждений и мнений относительно эксплуатации этих устройств, показаний к их использованию. Но важно сказать, что зачастую мы стоим перед выбором, как помочь пациенту, соблюдая принцип нонноцера, то бишь провести высокоагрессивное лечение с минимальным для пациента риском. Соответственно, если говорить о сосудистом доступе, наверное, первое, о чем нам приходится думать, это о выборе сосуда, то есть о выборе сосудистого доступа. И надо сказать, что все-таки периферический доступ – это, наверное, анахронизм, если мы планируем длительное, продолжительное, высокоагрессивное лечение с введением препаратов группы иритантов, визикантов, препаратов с высокоосматической концентрацией и так далее. Ну, я думаю, что представленные слайды вам всем хорошо знакомы, вы сталкивались с ситуациями и с экстравазацией, наверное, препаратов, и с флебитами постинъекционными после проведения какой-то химиотерапии. Ну, я уж не говорю о частых пункциях сосудов, которые сопутствуют такому лечению, и о том, что зачастую у пациентов анатомически может быть рассеянный тип формирования венозной сети. Соответственно, это приводит всегда к длительному поиску сосуда персоналом, и, соответственно, отсюда вытекает такой вопрос, является ли все-таки устройство длительного сосудистого доступа – это альтернатива периферическому доступу, или все-таки его следует использовать как первую линию? Будем считать, что вопрос с периферическим доступом закрыт. Но что же мы имеем на данный момент, на сегодняшнее время с центральным доступом? В нашем арсенале имеются такие устройства, как краткосрочный центральный венозный катетер, периферически имплантируемый центральный венозный катетер, туннелируемый, а также имплантируемые венозные порт-системы. Что касаемо краткосрочной центральной венозной системы, то ее использование в условиях амбулатории невозможно. Касаемо других остальных, то подход и каждое применение индивидуального устройства зависит от определяющей тактики лечения и интенсивности использования его. Вопреки разногласиям, данное устройство можно использовать уже с первого дня имплантации. Данное устройство используется весь период лечения. Мы рекомендуем удалять порт не ранее, чем через год после наступления ремиссии. Часто частота осложнений и причины, которые возникают при удалении порта, могут являться в ходе неправильной эксплуатации и нарушения правил септики и асептики. На первой картинке видно, что возникают местно-воспалительные изменения в результате протыкания иглой в одно место. На второй картинке показана экстравазация химиопрепаратов в подкожную клетчатку, что сопровождается воспалительными изменениями. На третьей картинке представлен пролежень. В своей практике мы часто встречаем такие вопросы, как, доктор, можно ли использовать данное устройство, совместимы ли данное устройство с исследованиями КТ и МРТ? Да, они полностью совместимы. Во-первых, устройства и расходные материалы, это иглы Губера, они полностью амагнитные. Большой плюс этих устройств в том, что они выдерживают большое давление и в эти иглы можно вводить контрастные вещества. Да, действительно, сами устройства способны держать достаточно высокое давление вплоть до 20 атмосфер. Следовательно, их можно использовать в случае проведения болезненного контрастирования при проведении компьютерной томографии. Плюс материалы, из которых изготавливаются устройства, они полностью совместимы со всеми препаратами, в том числе и высокоагрессивными. И важно учесть, что в эти устройства возможно введение жидкости с высокой вязкостью. Как правило, это указано на специализированных карточках к этим устройствам. А также эта информация, как правило, есть на самих расходниках, да, то есть там указано, можно ли использовать это то или иное устройство и с каким давлением. Плюс зачастую на самих устройствах, если у них есть наружная часть, тоже указаны режимы работы в плане давления и скорости потока. Что касается промывания порт-систем, часто возникает вопрос, чем же можно или нужно промывать эти устройства. Важно отметить, что часть устройств имеет специальные клапаны, которые позволяют защитить катетер от так называемого рефлюкса, забратного заброса крови. Эти клапаны бывают как проксимальные, так и дистальные. Но на самом деле на данный момент рекомендовано использовать наши обычные физиологические растворы, этого вполне достаточно, если соблюдать правильно технику промывания. И техника промывания, как правило, это техника старт-стоп, да, или пульсовая методика, которая позволяет как раз-таки избежать тех самых негативных осложнений, которые сопутствуют применению этих устройств. Зачастую, как использовать устройство, как его промывать, оно указано на карточках, которые прилагаются к устройствам и должны быть у каждого пациента. Не всегда почему-то специалисты, которые имплантируют эти устройства, снабжают своих пациентов этими карточками. Зачастую нам приходится встречаться с ситуациями, когда пациент приходит, говорит, что у него есть то или иное устройство, но карточки у него при этом нет, потому что ее просто-напросто не выдавали. Соответственно, пациенты приходят к нам, как правило, уже с проблемами, например, такими, как тромботические осложнения, да, и я думаю, что часто вы встречаетесь с такой проблемой, как выявленный совершенно случайно при плановом обследовании тромбоз. Тромбоз, либо внутри просвета сосуда, в котором проходит катетер устройства длительного сосудистого доступа, либо, соответственно, более глубокие тромбозы, в том числе в центральном сегменте сосудистой системы. Но важно сказать, что в таких случаях не нужно поддаваться панике, да, это первое. То есть надо, прежде всего, успокоиться самому и успокоить пациента, потому что как только пациент слышит, что у вас там где-то нашелся тромб, да, он думает, что все, дни его сочтены, еще чуть-чуть, тромб куда-то улетит, оторвется и так далее. Но главное, что ладно бы об этом говорил пациент, но об этом часто говорят врачи. Это не совсем так. Надо понимать, что как раз-таки извлечение устройства может спровоцировать отрыв какого-нибудь тромба и, соответственно, его миграцию в центральный кровоток. А если порт-система, ну, в частности, если говорить о порт-системе, сохраняет свою работоспособность, то есть есть как отток, так и, соответственно, сохранено введение без сопротивления инфузии в катетер, то его надо использовать. Пациенту назначается консервативная терапия, можно выполнить соответствующие подтверждающие исследования, если они не выполнены, да, там, что касается тромбов, особенно в подключичном сегменте. Вот, и, в принципе, пациент отправляется на амбулаторное лечение, то есть оно не прерывается, все чувствуют себя здорово и все продолжают лечиться, да. Что касается мальпозиции, да, то есть часто также мы сталкиваемся с ситуацией, когда в отсроченном периоде пациенты приходят и при плановом обследовании у них обнаруживается вот такая ситуация, да, то есть катетер устройства длительного сосудистого доступа находится не в том сосуде, где должен, да. То есть важно понимать, что место, где должен находиться кончик сосуда, кончик катетера, это нижняя треть верхней половой вены или до середины, собственно, правого предсердия, да, то есть это вот тот интервал, в котором кончик катетера может находиться. Значит, что касается ситуации, почему так возникает, чаще всего это возникает по причине установки катетера по слепой методике без подтверждающих методов, да, то есть методов, которые позволяют определить местоположение кончика катетера, такие как определение внутрепрессивной электрокардиограммы интерманипуляционно, либо, соответственно, использование электронно-оптического преобразователя. Также есть комбинированные системы со специальной навигацией, которые объединяют метод, соответственно, определение местоположения кончика катетера по регистрации внутрепрессивной ЭКГ и магнитные методы. На сегодняшний момент золотым стандартом является навигация ультразвуковым исследованием. Это позволяет снизить механические риски, возникающие непосредственно при проведении самой манипуляции. Как сказал уже Станислав Владимирович, чем опасна и в отсроченном послеоперационном периоде, чем опасна методика, слепая методика постановки пункции крупного сосуда. На данном рисунке видно дизлокация, отрыв дистального конца проводника и нахождение его в центральном кровотоке. Почему же это возникает? Так как это выполнено послепой методике, то часть проводника перетирается между первым ребром и ключицей. Собственно, что приводит к её механическому повреждению и либо полному отрыву. Кстати, очень часто, как можно распознать такой симптом? При введении инфузионного раствора или при проведении какого-нибудь лечебного препарата, можно заметить увеличение набухания подкожной клетчатки правой надключичной областью. Либо пациент, это при частичном отрыве, либо при полном отрыве пациент может ощущать резкую болезненность в подключичной области. Также на картинке представлен синдром пинч-офф. Чем ещё опасен этот синдром? Что дальнейшее лечение и излечение дислоцированного дистального проводника осуществляется в условиях стационара и специалистами рентген-эндовоскулярными хирургами? Да, действительно. Кто может установить портсистему? По сути, портсистему может установить каждый. Собственно, учитывая нынешнюю систему, что говорить, да, то есть сейчас во многих учреждениях взялись за выполнение плана по УМС и так далее, да, всем налево-направо штампуют устройства различного длительного сосудистого доступа. Это касается не только портсистем, но и периферически имплантированных катетеров. Ну а, как правило, либо специалисты плохо обучены, да, то есть они имеют достаточно поверхностное представление о сопровождении таких пациентов, да, то есть об отсроченных осложнениях, то есть им главное поставить, а дальше, как говорится, трава не расти. И вот такие пациенты, к сожалению, регулярно приходят к нам на консультацию, да, то есть либо абсолютно... Неправильно выполнен хирургический этап, да, либо неправильно закатеризирован сосуд, да, неправильно выбран размер камеры, к примеру, если это речь идет о портсистеме, не выдержаны сроки, да, какие-то по обработке, то есть пациенту не дали ни карточку, ни памятку, нет никакой обратной связи с врачом, ну, то есть это, к сожалению, рутинная практика. Я уж не говорю о ситуациях, когда, как правило, никто не отвечает, да, за исполнителей, за, собственно, результат, потому что часто бывает так, что катеризацию выполняет врач-насцитолог-реаниматолог, хирургический этап, соответственно, за него отвечает врач-хирург, а в итоге получается, что никто ни за что не отвечает. То есть один на другого сваливает, говорит, ты там неправильно что-то мне там закатеризировал, второй говорит, нет, ты там плохо что-то зашил, результат такой, что страдает пациент. К сожалению, это реальность, да, и с этим надо что-то делать. Ну вот, собственно, это такая поверхностная часть айсберга, а есть еще часть айсберга, которая находится под водой, да, это, собственно, вопрос ухода и обслуживания, потому что мало просто имплантировать устройство, важно его правильно обслуживать для того, чтобы оно функционировало действительно весь срок лечения, а не как Константин Эдуардович показывал, ситуации, при которых, в принципе, все было бы хорошо, если бы не, да, то есть если бы ничто, если бы, там, не медсестра, которая не проверила, там, есть ли обратный ток крови, или не убедилась в том, что, возможно, введение физиологического раствора беспрепятственно, да, и установила иголку не в камеру порт-системы, а подкожно, да, в результате вещество попало в подконжевую клетчатку, виноват кто будет в итоге? Медсестра? Нет, скорее всего, будет виноват доктор, да, который, скажем так, пациенту рекомендовал установить порт-систему, да, или там, или же ее установил, а потом, соответственно, пациент будет говорить, что это вот вы мне посоветовали, в итоге я пошел, мне там поставили, все плохо, пришлось удалить, это хорошо, если еще некрозы нету, мягкие ткани, да, то есть с таким я тоже сталкивался, вот. Другой вариант, да, то есть нарушение техники промывания приводит к тому, что формируется фибриновый чехол, или внутри просветная окклюзия катетера, пациент приходит, хорошо, если можно восстановить проходимость, да, то есть прошло не так много времени, действительно, есть специальные методики, которые позволяют восстановить проходимость катетера, но, опять же, это прерывание курса лечения, дополнительные, скажем так, проблемы, эмоциональные в том числе для пациента, вот, потрясения, ну, это, наверное, не есть хорошо. Ну, и главный, наверное, момент, это профилактика все-таки инфекционных осложнений, на данный момент существует большое количество рекомендаций, в том числе, вот, достаточно подробные рекомендации европейского общества, это французское общество больничной гигиены по профилактике инфекционных осложнений, связанных с использованием имплантируемых устройств. Ну, и в нашей стране существует, на самом деле, клиническая рекомендация уже достаточно давно, в которой все, наверное, максимально емко отражено, что касается профилактики катетера сырных инфекций, да, и ухода за центральным венозным катетером, потому что надо понимать, что устройство длительного сосудистого доступа, это все-таки, по сути, катетер центральный, да, то есть все эти рекомендации перекликаются с западными рекомендациями, которые, в общем-то, направлены на регулярное обучение специалистов, да, то есть на использование определенных расходников, да, которые позволяют снизить риски этих осложнений и так далее и тому подобное. То есть мы, на самом деле, стоим вот на таком, как сказать, переломном моменте, да, то есть либо все-таки мы продолжаем использовать эти устройства, внедряем их, и там стараемся всех обучать и к этому призывать, либо все-таки нам нужно отказаться от устройства длительного сосудистого доступа, да, и как бы рисковать здоровьем пациента, потому что мы там делать ничего не умеем, не можем там, не хотим или не должны, да, но я считаю, что все-таки все мы способны сделать вот такой все-таки шаг навстречу пациентам, да, и все-таки выбрать, скорее всего, правильный путь в плане длительного сосудистого доступа, да, и, соответственно, общими усилиями помочь нашим пациентам. Благодарю за внимание.